Мое детство мало чем отличается от детства тех 19 миллионов осиротевших после войны людей, которые потеряли своих родителей. Я родился в катакомбах города Одессы во время бомбежки 17 августа 1941 года. Отец 23 июня 1941 года ушел добровольцем на фронт. Летал он брутмехаником тяжелого самолета ТБ-3, их называли между собой летчики летающие гробы. Они были очень неманевренны, очень уязвимы, бомбардировщики. Но тем не менее, я родился в августе, ни он меня, ни я его, разумеется, не видели. Одессу оккупировали немцы и румыны, и моя мать владела немецким языком. Она была главным конструктором одесского крекинг-завода. И немцы и румыны пытались его привлечь для сотрудничества. Разумеется, она как кандидат в члены ВКПБ отказывалась от этого. И еще ее обвинили в том, что она укрывает у себя евреев. Но Одесса – еврейский город. Даже после войны там было 300 тысяч евреев, там было гетто во время войны еврейской и так далее, и тому подобное. Одним словом, немцы нашли, что ей инкриминировать, потому что она отказывалась с ними сотрудничать. Ее арестовали, выдали тело матери с признаками повешения дедушки. Вот история меня, как ребенка. Мне было 11 месяцев, матери не стало, отца не стало в 1942 году под Луганском. Каждый раз, когда я произношу это слово «Луганск», хочется тяжело вздохнуть, потому что то, что там происходит, конечно, это огромное несчастье. Отец погиб там. Я не верил в то, что не стало ни той, ни другого. И где-то лет до 16 я надеялся, что кто-то из них вернется в мою жизнь. Потому что трех сестер удочерили, и брата усыновили, а я был самый младший. Добрые люди, но они поменяли им фамилии, и те не проявляли признаков жизни. В 16 лет я узнал, что у меня есть семья, и обошел их по кругу. Но отношения не сложились. У их родителей не было желания, чтобы в их семьи входил еще какой-то мальчишка из спецшколы-интернат с преподаванием ряда предметов старших классов на английском языке, куда меня определил дедушка в возрасте 7 лет. До этого я был в детдоме. Сначала у дедушки, потом в детдоме. А потом, не могу сказать, что я точно помню, но дед мне рассказывал, что я уже тогда читал «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, оспаленная пожаром». И он, это был главным аргументом, что ребенок такой талантливый, что он в 7 лет выучил это грандиозное стихотворение, он поставил меня на табуретку перед военкомом. Военком мог рекомендовать меня принять в эту школу, спецшколу, специально, специальная школа. И я был туда принят. Сталин, как умный руководитель страны, которая обрела после победы в Великой Отечественной войне статус сверхдержавы, скажем прямо, в 1948 году организовалась ООН. И Сталин почувствовал нехватку кадров для такого рода работы дипломатической. И вот эти спецшколы, не повсеместно, а выборочно, на Украине их было три, Одесса, Харьков, Киев, они должны были сделать кадровый потенциал будущих дипломатов для организации объединенных наций, но заодно и для разведки, для радиоперевода, для переводчиков, для дипломатов, и цитера, и цитера. Все, что касается с лингвистикой, с английским языком. У нас был потрясающий, сначала был не очень хороший педагог, который отвергал нас от любви к английскому языку, а уже где-то класса седьмого пришел Джон Григорьевич Бурлак, единственный на то время иммигрант из Соединенных Штатов, которого я знал, который эмигрировал не отсюда туда, а оттуда сюда, и влюбил нас в английский, точнее, в американоязычную речь, в ее мелодику, и в результате вот два вуза, в гик-режиссерский, в гик-актерский, все заведующие кафедрой английского языка не привлекали меня к занятиям, потому что достаточно было побеседовать с ними, у меня словарный запас сохранялся на протяжении всей жизни, до сих пор сохраняется, если я попадаю в англоязычную среду. Везде мне ставили зачеты и хорошие оценки. Среди нас было немало талантливых людей в этом интернате, которые впоследствии стали чрезвычайными полномочными послами, резидентами тех или иных разведок. Каждый год 23 февраля в день в прошлом советской, нынче российской армии, мы собираемся по кругу на квартире друг друга, те, кто осел в Москве на своих службах, и бойцы вспоминают минувшие дни. Это, несмотря на сиротство, было лучшее время жизни. Вообще детство, каким бы оно ни было, это лучшее время жизни. Ты независим от каких-то идеологий, ты никому не обязан, ты один, и рядом с тобой оказалась не матерья, не отца, а их заменило государство. И это государство накормило, напоило, одело, дало профессию, дало знания, дало кругозор, дало цели, к которым ты должен идти. И я безмерно счастлив государству под названием Советский Союз, которое воспитало меня и сделало тем, чем я являюсь. Я не стыжусь себя. И это самое главное. Я, несмотря на то, что отец и мать были, отец Украины с мать русская, я всегда не уделял внимания национализации своего вопроса. Я был советским человеком. За границей нас называли или советскими, или русскими всех. Где бы ты ни был, в Индии, в Шри-Ланке, во Вьетнаме, в Китае, везде. Но я считал себя советским человеком. И без пафоса, можно сказать, гордился этим понятием. Советский артист, советский режиссер и так далее. Я отношусь к понятию «любой человек». Я, поскольку Хрущев, придя к власти, упразднил 300 тысяч армий нашей, сократил армию на 300 тысяч человек, потребность в военном институте иностранных языков, куда мы автоматически должны были попадать из своей спецшколы, осваивая в дальнейшем те профессии, о которых я говорил, я вынужден был искать другие ориентиры. И где-то в девятом классе я увлекся самодеятельностью, попал в Одесский дом актера. Там был такой режиссер Михаил Ильич Тилькер, прекрасный, который определил меня после школы уже. Уже мы не шли в ВИИЯК, а шли куда кто мог. Определил меня в театр юного зрителя имени Александра Островского. И я там стал одновременно и актером вспомогательного состава, без образования, и рабочим сцены. Но год проработав в этом театре в таком статусе, я оказался им недоволен. И на свой страх и риск поехал в Москву. Куда? В ВАВГИК. Куда ты поехал? Что тебя может туда устроить или кто? Я приехал, опоздав на все экзамены. Уже прошел первый тур на курс Сергея Полинарча Герасимова. Приехал с вокзала мальчишка с гитарой, которую я одолжил у друга, с пиджаком, которую я одолжил у друга, и с какими-то грошами в кармане. Меня обнаружил Сан Саныч Бендер, педагог с курса Михаила Ильича Рома, на столе, спящем где-то там в закутке после раннего поезда. Кто-то, чего-то я рассказал. Он говорит, ну, первый тур уже прошел. Ну, ладно, я тебя послушаю, и если ты действительно достоин, ты пойдешь на следующие туры. Я ему почитал стихи, почитал стихи в прозе Тургенева. Он сказал, очень хорошо, придешь на второй тур. Я прошел второй тур, я прошел третий тур. Герасимов смотрит, Тамара Федоровна смотрит. Единственное замечание у них было. Коля, если ты не откажешься от своих одессизмов, мы тебя через полгода упраздним. Надо работать над речью. Что я и делал на протяжении начала своей студенческой деятельности. К вопросу о том, мог ли просто любой человек попасть. Да, не то, что мог. А это было гарантировано при наличии потенциальных способностей. Представьте себе конкурс на актерское место в 59-м году, когда я поступал, сейчас никто не поверит. Три тысячи человек. Три тысячи человек на одно место. Это и попасть, конечно, это было чудо, это было везение. Ну и были какие-то необходимости в способностях, которые казались перспективными нашим гениальным педагогом Сергея Полинача Герасимова, Тамаре Федоровне Макаровой. Я был принят. Так же, как был принят без всякой руки, без блата, без ничего. Василий Макарович Шукшин. Еще один пример. И огромное количество людей, у которых не было. Никто не стоял за спиной, никто их не толкал, никто не звонил кому-то там для того, чтобы устроить этого человека на курс. Я повторяю, для меня детство и студенчество, как некая основа будущей профессии, является очень важными и очень основополагающими. Я считаю, что я снял учебную работу под названием «Настасия Ифомка», которая многими профессионалами признается, ну, мало того, что моей лучшей работой в режиссуре, это не моя картина, надо деть части, но и вообще такой, ну, по-настоящему интересной работой. Герасимов нас понуждал быть самим писателями, литераторами, самим писать сценарии, самим снимать. Что я и сделал, написал такую работу и снял ее. Это считаю лучшим. В студенческие годы актерского факультета я отомстил Гитлеру работой карьеры Артура Уи, где прототипом Артура Уи является Гитлер, и тоже профессионалы считали эту работу, ну, едва ли не выдающейся, потому что тело было молодое, оно было натренированное. Я у Марлена Хуцеева получал 250 рублей в месяц, после стипендии 22 рубля. Я не знал, куда эти деньги девать. Я устраивал в студенческой комнате вечера мукузали, они вечера цинандали, там съедались батоны, колбас, хлеба, но деньги никуда не уходили. Казалось, они были такие большие. И я нанял трех педагогов в цирковом училище, платил им по 30 рублей, не помню, в месяц или за урок, наверное, в месяц все-таки. И научился ходить по проволоке, крутить сальто-морталь и жонглировать булавами и мечами. Это все я вложил в профессию, и в частности в эту работу Артура Уи. Вот. Что понудило Георгия Александровича Товстоногова посмотреть эту работу, он в это же время ставил это в БДТ, и предложить мне стать его артистом после выхода из института. Но Любимов уже, когда я был на последнем курсе актерском, он предложил мне доброго человека из Сизуана и работал в театре на Таганке. Что и случилось. Я там работал с 1964 по 1968 год ведущим артистом. Из всех работ профессиональных, режиссерских, конечно, подранки. Это такая сердечно-душевно-содержательная, болевая тема для меня. И мне кажется, мне удалось передать атмосферу моего детства и этой спецшколы-интернат. И в достаточной степени оптимистично, без соплей, как говорится, без излишних сантиментов, но показывая на деле, какими мы были и что из нас впоследствии было сделано. Людьми, которые нас воспитывали. Я ценю эту работу очень. Ценю, конечно, и жизнь, и слезы, и любовь, потому что, я считаю, детство и старость, они в какой-то степени сродни друг другу. И там, и здесь, ты независим ни от кого, ты уже уходишь от дел, ты никому ничем не обязан, но, к сожалению, ты уходишь в направление кладбища. Где-то в интернете прочел новый водительский знак при въезде на кладбище. въезд одностороннего движения. Вот. А детство – это надежда, это счастье, это радость, это не обязательно полный желудок. Но все, что могло нам дать государство, оно дало нам. И мы обязаны не государству просто, а мы обязаны тому поколению, которое, вернувшись в 45-м году, с фронта нашло в себе силы и душевные, духовные, нравственные, моральные и физические подарить нам безотцовщине юность, профессию. Это же все на себя, это же стоило огромных усилий и детства, и бюджетных денег государственных. И это все шло в параллель с восстановлением разрушенной страны, разрушенных, судя, тех же фронтовиков, вернувшихся с фронта. За этот подвиг, который они совершили уже после войны во имя живущих, но вот таких вот безотцовских детей, им надо не просто памятники переставить. Перед ними надо стоять на коленях всякий раз, когда есть такая возможность. Поэтому в моих фильмах и пришел солдат с фронта, и подранки, и жизни, слезы, и любовь. Всегда можно почувствовать преклонение перед этим поколением. Я считал себя в 90-м, в 91-м году, накануне уничтожения Советского Союза, я считал себя богатым человеком. У нас было все для жизни, что нужно. Дача для отдыха, квартира для работы, машина для передвижения. А что еще нужно человеку? Вот эти богатства, эти несчастья, которые приносят эти богатства. Я думаю сейчас о той девочке Жанне Прохоренко, которая с маленьким сверточком говорит, вот это все в картине «Баллада о солдате», вот это все, что у меня есть. И о ее внучке, которая уже в картине этого самого, как его фамилия, в Канны в Канны ездила с картиной «Нелюбовь». Я думаю, это надо было тому поколению, этой девочке, бывшей, Жанне Прохоренко, терпеть нужду несчастную, нищенскую, голодную юность и жизнь и этим ветеранам, которые возвращались в свои разрушенные дома, уничтоженные близких, для того, чтобы сейчас один процент нас жировал на наших природных ресурсах, даже не думая каким-то образом поделиться с большинством народа. Правительство как какое-то достижение недавно опубликовало в газетах цифру 22 миллиона живущих ниже черты бедности, им кажется очень низкую цифру, 22 миллиона. Это население Австралии. Жили по-разному, жили и очень богато. Если бы вы приехали в Грузию того времени, вы бы увидели трехэтажные особняки, из которых несется запах шашлыка, чудесные песни, дом шатается от веселья, стоят уже пусть с лысыми резинами, но и на марке. Понимаете? Если бы вы приехали в Прибалтику, который Советский Союз построил всю электронику, молочную промышленность и прочее, прочее, вы бы увидели прекрасные виллы, великолепные совершенно. Да, конечно, были люди, которые жили в Проголоде, прямо скажем. Но тунеядство каралось законом. Ты обязан был работать. И сейчас есть люди, которые не хотят работать. это надо карать по закону. Это плохо, что мы за счет иностранной силы, в ближайшем прошлом, братскими народами, Киргизстана, Таджикистана, Казахстана, заполняем вот эти вакансии дворников, людей, в кафе, официантов и прочее. Это плохо. Но почему москвичи не хотят идти на эти службы? Они неплохо зарабатывают. Они считают ниже своего достоинства. Но если ты не можешь ничего другого, иди что-то делай, а не сиди на пособии нищинском, которое государство не может обеспечить достаточного уровня. Режиссура тогда, я вспоминаю, первая машина иностранная у нас на Мосфильме появилась то ли у Самсонова Мерседес, то ли у Андрона Кончаловского Вольво. И все шукались, ты видел, ты видел, но первый раз иностранные машины стали появляться. Нет, режиссура жила, та режиссура, которая снимала, а я снимал очень немного, я снимал раз в четыре года, а были режиссеры, которые снимали раз в два года, а были такие, которые снимали раз в год, понимаете, а там были приличные постановочные вознаграждения, на которые можно было жить припеваючи, поэтому режиссура, в частности моя, Мосфильмовская режиссура, да и студия Горького, тех, кого я знаю, жили, прямо скажем, очень хорошо. Все эти поселки Красная Пахра, писательские поселки Переделкино, они были в полном порядке, но писатели вообще, миллионные тиражи, миллионные тиражи, прозы, поэзии, Евтушенко, Вознесенский, была Ахмадулина, была Тукуджава, Трифона, с его правдивой прозой, тоже миллионные тиражи, понимаете? Да, если бездарных не практиковали, не печатали, не давали им снимать кино, ну, это тоже естественно. Вы знаете, если вы возьмете тематику наших картин, народа, пострадавшего больше всех во время Великой Отечественной войны, 27 миллионов, наше кино на всех международных площадках, возьмите, Судьба Человека, Отец Солдата, грузинское кино, Баллады о Солдате, оно до такой степени правдиво, искренне и страшно болезненно для чувствующего сердца представляло правду о войне, что даже ненавидящим Советский Союз членам жюри тех или иных фестивалей, не оставалось ничего, как давать им премии, понимаете? Мне кажется, жанрово вот этот период неореалистического советского кино, идущим вслед за итальянским, так правдиво изображающего действительность, не все, конечно, была лакировка, были какие-то постыдные фильмы, но лучшие его представители отличались правдивостью изображения нашего советского быта. Я уж не говорю о классике, там, «Война и мир», «Бондарчука» и прочее, прочее. И это неправда, что наше кино не приветствовало таких художников, как Тарковский. Унижало, не давало, критиковало. Тарковский был мировой общепризнанный талант. Но назовите мне хоть один, одну студию в мире, одну страну в мире, кинематографическую, Францию, Италию, Англию, Голливуд, где бы режиссеру позволено было дважды переснять свою картину. «Сталкер» был снят сначала Гога Георгием Рербергом, гениальным оператором. Потом не при кинематографистах будет сказано, все замалчивают это. Почитайте мемуары Тарковского. Тарковский, он совершил какие-то ошибки. Он сам, Тарковский, ему не понравилось то, что он сделал. И он свалил все на оператора. И СИЗОВ пошел к Ермашу, Ермаш пошел в ЦК и позволили второй раз профинансировать от начала и до конца весь «Сталкер». Уже с оператором Книжинским, с которым я снимал две картины. Какая страна может позволить себе такие расходы по отношению, как казалось, к инакомыслящему? Да мы все инакомыслящие. Каждый из нас, и вы, и я, инакомыслящие. Нет одинаковомыслящих людей. Я недавно прочитал то ли в интернете, то ли еще где-то, что содержание нашего мозга тире компьютера с рождения уже обладает трехсотлетней информацией. То есть ее вычитать и увидеть невозможно. Там информации на триста лет заложено всего человечества, всех знаний. Разве вы не инакомыслящие? Разве я не инакомыслящий? Разве Ленин не инакомыслящий? Разве Гитлер не инакомыслящий? Мы все инакомыслящие. Но что-то нас должно объединять. И вот это что-то и было тем, что нравилось всем людям повсеместно во всем мире. Я не говорю, что я выдающийся художник, режиссер, там, и прочее, прочее. Но в Бразилии на первом латиноамериканском фестивале «Моя картина и жизнь, и слезы, и любовь» получила три приза за сценарий, за режиссуру и за художественное изображение. и десять минут публика аплодировала вашему покорному слуге, пока он раскланивался, а когда уходили из зала мы с Жанной, нам люди целовали руки за то, как мы отнеслись в своей картине к старости. Это потому, что весь народ привык, как бы вам сказать, что за все отвечает государство. Не я, а государство. Оно меня обеспечит. Минимумом того, что мне нужно для жизни, оно меня точно обеспечит. Но вот что нас объединяло? Объединяло по большому счету бесплатное образование. Ликбез с 18 года к 26 уже не было людей, которые не читали и не писали. Да, там были ошибки, но это гигантская программа была. Бесплатное здравоохранение. да, тебе была ненавистна эта процедура, будь она проклята, флюорографии, было холодно, эти металлические приборы, это то, как тебя заставляли становиться, вдохните, не дышите и прочее. но это было бесплатно. Пойдите сейчас, сделайте. Это стоит тысячи рублей. Бесплатные лекарства. Вот эта социальная составляющая государства, которая брала на себя, она до такой степени расслабила народ, что когда случилось, я считаю, просто информационная агрессия против страны, мы проиграли информационную войну, третью мировую информационную войну. Когда случилась эта агрессия, народ оказался не готов к ней. Я не могу сказать, что партия, к которой я принадлежу, коммунистическая партия, оказалась на высоте. Она оказалась не на высоте. Среди нее оказалось в высшем руководстве огромное количество предателей, которые пытались ввести народ в заблуждение. Ведь это же не секретно. Вы поднимите любую секретную информацию, идущую к министру советского периода, Крючковым, который распространял, слал депеши о том, что на подъезде к Москве, к Ленинграду, к ведущим городам, стоят огромное количество вагонов с продовольствием, не разгружаются, портится мясо, портится молочная продукция. Это был саботаж чистейшей воды, а в магазинах были полки пустые. Вот, поэтому я думаю, что вот эта социальная составляющая, обеспечивавшая нормальную жизнь человека, она была как хороша, так и с другой стороны разрушительна. Мне так кажется. Может быть, я неверно формулирую. Наш цех, назовем это так, культура, был одним из самых малообеспеченных. Зарплаты были крайне низкие у библиотекарей, у музейщиков. Вопросы новых технологий, скажем, электронного хранения, музейных и библиотечных фондов вставали незамедлительно в связи с тем, что пропадали экспонаты чрезвычайной ценности. Нехватка в связи с этим кадров. Ну, кто из молодых людей согласится сидеть в зале музея, среди этого пиршества выдающихся художников, скульпторов за какие-то смотрителям, за какие-то гроши. Это первое. Плохое материальное обеспечение, нехватка денег на новейшие технологии хранения. Идеологически уже начало пересмотра истории советского периода. Уже нашлись люди, которые благодаря своему авторитету, а это очень авторитетные люди, стали поворачивать в другую сторону. Условно, я могу говорить сколько угодно хороших слов о Дмитрии Сергеевича Лихачеве, который был светочем нашим, но когда доминантой его личности стало его пребывание в ГУЛАГе, понимаете, о Королеве так не говорили, он тоже был в ГУЛАГе, но у Королева доминантой было создание космических программ, понимаете, и первый полет человека в космос. А у Дмитрия Сергеевича вот так вот сложилось, я имею в виду пересмотр истории в сторону неприязни к недавнему прошлому к тому поколению, благодаря которому сохранилась страна в 45-м году, следовательно, неуважение к этому поколению, пренебрежение его заслугами, это самое главное. И многие из выдающихся деятелей, особенно в области музыкального исполнительства, которые часто бывали за границей, они впитывали в себя эту враждебную идеологию и распространяли ее вокруг себя, при том, что они-то как раз жили не в проголоде. У всех на слуху фамилия Сороса, это же известно, что целые школьные программы, школьные учебники, особенно по истории, 7-й, 8-й класс, они были напечатаны под Соросовские деньги, где, скажем, о блокаде Ленинграда, там 4 или 6 строчек и описана только цифра жертв и больше ничего, ни о дороге жизни, ни о подвиге ленинградцев, ни о ком персонально, вот 600 тысяч погибших от голода, потому что государство не могло их обеспечить, и диктатор ужасный человек Иосиф Сталин, вот больше ничего. Сорос сыграл свою роль, вся иностранная библиотека практически работала на Сороса. Вот. Проблемы с культурными ценностями, это тоже коснулось интеллигенции, перемещенные культурные ценности во время Второй мировой войны. Немцы, чувствуя слабину в советском руководстве, стали настаивать на возвращении и как бы на несправедливости удержания этих ценностей в компенсацию за нанесенный ущерб. Я писал не одно письмо и тому же Генширу, и тому же Горбачеву, и тому же Яковлеву, но всегда встречал с их стороны, и со стороны Геншира, и со стороны Горбачева, такую позицию опаски ухудшения отношений с Германией. Хотя надо было с самого начала и я это поставил, я сказал Горбачеву, Михаил Сергеевич, давайте договоримся так, я плохой, я против возвращения, потому что это компенсация за нанесенный нам ущерб, я сформулирую это письменно, вы даете мне поручение, а я его не выполняю, и он согласился. Вот, эта проблема, ну, конечно, главная проблема в идеологической переориентации умов. это пресса, это журналистика, это проникновение всех западных настроений и оценок недавнего прошлого. Я считаю, это главная причина гибели Советского Союза. В тот момент, когда ты, как человек, плюешь в могилу своего близкого, ты перестаешь быть человеком. И вот наше общество перестало быть людьми в момент, когда оно предало забвение то поколение, благодаря которому оно живо. Извините. Начнем с территории. Советский Союз дал Украине Харьков, это не был украинский город, Львов, это не был украинский город. Это все было Российской империей, но ни в коем случае не украинская. Это первое. Второе. Советский Союз дал потрясающую совершенно промышленность в том числе и новейшие образцы оборонной промышленности, если иметь в виду Днепропетровск, которым руководил бывший президент Кучма, ракетостроение и так далее. Советский Союз дал Украине это же вранье. Вот я учил в школе русский, украинский и английский язык. Все говорили, что украинский язык притеснялся. Я до сих пор помню свои стихи, которые я читал на экзаменах там окрочу. Ивана Франка, Леси Украины, Кацюбинского. Я бачил дивный сон, немов перед мною, безмирно, та пуста и дыка площина, а я прикованный ланцем залезным стою, предвысоченною гранитною скалою, а далее тысячи таких самых, як я. Ну, понимаете, это не может запомнить человек, которого не учили украинскому языку. Я приезжаю на Украину, в три дня я восстанавливаю весь словарный запас и могу говорить по-украински. Кроме того, нельзя вообще ставить вопрос об Украине как об отдельной государственности и отдельной национализации этого народа. Ну, как я расчленю в себе отца и мать? Она русская, он украинец. Как расчленить русского и украинца и белоруса? Это невозможно. Вообще эти вопросы нельзя ставить. Это попахивает тогда нацизмом и фашизмом. Нет русского народа без украинского и наоборот. Я как остался, так как был, так и умру советским человеком. Вот схема, которую я предпочитаю для всех тех народов, которые объединились добровольно в 22-м году. Никто же не гнал их в союзное государство. Никто их не гнал в союзное государство. Лучшие и дальновидные умы нынешних бывших советских республик. то есть интеллигенция и интеллектуальная как мы уже говорим это ненавистное слово элита, они совершенно согласны с тем, что это была гигантская катастрофическая ошибка. Во всех ипостасях политических, религиозных, экономических, каких угодно, оборонных и собирать это рано или поздно это соберется. Евросоюз быстренько собрался по нашей схеме. Только не называется СССР и только на капиталистической основе. Рано или поздно и мы соберемся с прежними братскими республиками на других основаниях. Но нам некуда деваться, мы должны быть вместе. Все. Это обязательство сказал неверующий. это обязательство Господа Бога перед землянами. Вот.